Добрый день! Сегодня у нас вторая лекция курса JavaCore, январская группа. Это вторая лекция курса JavaCore и вторая лекция первого модуля. Первый модуль — процедурное Java. Первый модуль состоит из итерасы, из рекурсий, динамический структур данных и памяти в Java. Итак, сегодня рекурсы. Еще одна небольшая сложность состоит в том, что я в прошлый раз рассказал рекурсию в предыдущей октябрьской группе, она есть на видео, есть на ютюбе. В этот раз я расскажу немного по-другому. Поэтому ряд вещей, которые в прошлый раз рассказал, они не неверные. Просто я не буду так сильно детализировать объяснение мелких вещей. То есть в тот раз было сильное начало, слабый конец. Поэтому сильное начало можете посмотреть на видео. В этот раз я сделаю такое достаточно сжатое начало и потом сильный конец. Три сильных лабораторных. Итак, рекурсия. По сути дела, в большинстве C-подобных языков программирования, когда я, что такое, что значит C-подобный для меня? Язык, в котором есть цикл for, вот так сказать. В Java есть, в C-Sharp есть. В SQL нет, не C-подобный. В Прологе есть, нет. В Haskell нет. В Lisp нет, ну не знаю. То есть вот так вот. Все, что произошло от C, похоже на C. То есть обычно, если берут цикл for, как он выглядит у C, то берут и все остальное. Как может быть такое в L есть, а пора нет? Не, ну... Очень дозаврано. Спасибо, сложный вопрос. Дозаврано. Ну, отвечите микрофон за мной. Соразы нет. Итак, и на в C-подобных языках программирования есть, в общем-то, два способа. Два способа вызвать повторение какого-то действия. Это итерация, или по-другому, циклы еще. Итерация, вроде, более общее, более наукообразное название. И рекурсия. Ладно, верно. Вот. Знаете, в ряде случаев я могу описать алгоритм действий в виде конечного количества шагов. Мне нужно, например, записать слово «hello» в файл. Я должен создать файл, открыть файл, написать «hello», зафлушать, закрыть файл. У меня четко есть пять действий, которые оселл непосредственно, ну, фактически к вызовам GDK. Может быть, там несколько небольших действий. Но суть в том, что это короткая простыня, выполняющаяся сверху вниз. Но такой случай бывает редко. Зачастую в моем вычислении есть некоторый набор строчек кода, который повторять надо несколько раз. И зачастую, в общем-то, количество повторений этого куска кода зависит от аргументов метода. Алгоритм в сортировке пузырьком. Это не то, что надо пять раз пройти. Я не могу пять раз копипастить код. Не надо пройти не пять раз, а надо пройти столько раз, какая длина массива. И в этом случае способ, неизвестное заранее количество раз выполнять кусок кода, по сути дела их два. Это либо итерация, когда мы явно пишем какой-то for или while, либо же это рекурсия. Рекурсия – это тоже способ вызвать один и тот же кусок кода несколько раз. И, в общем-то, заранее, когда мы пишем метод, мы не вбиваем точно количество раз, которые кусок кода будут выполнены. Ну, в этом проблема мы не можем копипастом обойтись. Если на сделать два раза, просто кусок кода копипастим и все. Зачем нам наворачивать, сложность, ну, просто. Итак, рекурсия. Фактически говорят о рекурсии конкретно время о рекурсивных методах. Метод будет рекурсивным, какой-то метод f. Если при его вызове, так или иначе, опять вызывается метод f. Дальше начинается. Если метод f непосредственно в своем теле вызывает метод f, с такими же аргументами, с другими, неважно. Это прямая рекурсия. Метод f вызывает метод f. Она очевидна ли нам? Мы смотрим и видим. В методе f вызывается метод f. То есть рекурсия, может быть, прямая. Мы сейчас будем изучать только прямую рекурсию. Возможно, где-то встретится другая, косвенная. Косвенная рекурсия от жизни встречается немного реже. Ее зачастую тяжелее заметить. Если вы это не программируете, а вы просто смотрите на код, вы можете не обратить внимания. Косвенная рекурсия – это когда функция вызывает саму себя, но непосредственно, а через каких-то посредников. Например, метод a. У него в теле вызывается метод b. У метода b в теле вызывается метод c, допустим. Ну, такие на другие строчки. А у метода c в теле вызывается метод a. Ну да, то есть возник был цикл. Когда мы смотрим тело метода a, мы не видим. Метод a вызывает метод b. Ну, ничего особенного. Метод рассчитать бюджет фирмы вызывает метод узнать затраты фирмы за первый месяц месяца. За первый месяц года. Ну, как бы все нормально. Один метод вызвал другой. Другой вызвал третий, третий вызвал первый. Например. Это косвенная рекурсия. У нас с ней примеров не будет. Она ничем так, чтобы особенным не отличается. То есть нам она, у нее нет принципиальной значимости. А вот есть другая классификация, которую будем исследовать. Эта рекурсия бывает без ветвлений и с ветвлениями. Метод r либо вызывает себя один раз, либо же, возможно, вызывает сам себя несколько раз. В чем хитрость? Почему это важно? Есть у нас рекурсия без ветвлений. И мы попробуем это как-то графически нарисовать. Это как бы экземпляры вызова метода. То вот я вызвал. Этот вызвал. Этот вызвал. Это решил не вызывать. Сделал return. Сделал return. Сделал return. У нас, в общем-то, получается структура дважды связанный список. Отсюда называют стек вызова. Если же у нас рекурсия с ветвлением, вот мы метод. Мы из нее вызываем, в общем, суть в том, что, допустим, степень ветвления 3. То наше дерево вызовов, если мы ее нарисуем. Да, это нигде спецификация не сказано. Это просто попытка графической, моя личная попытка графической интерпретации того, как работает вызов методов. То есть это не графическая, это не ее мысль. Это я придумал. То есть многие, когда пытаются объяснить рекурсию, рисуют какие-то такие рисунки. В спецификации такого ничего. То, в общем-то, в случае исследовления, мой граф вызова будет напоминать дерево. Почему? Я из функции f вызову функцию f 3 раза. Вот, вот и вот. Из нее каждый раз я еще 3 раза вызвал функцию f. И суть в том, что вот эта структура, в общем-то, можно сказать, что намного сложнее, чем эта. То есть если мы смотрим одно звено, функция f в своем теле вызывает функцию f. А здесь функция f в своем теле вызывает f 3 раза. То вроде как усложнение не видно. То есть одно звено, ну, странное, f вызывает f. Как же оно работает? Ну, не кажется, что эта штука прямо намного сложнее этой. Ну, тут чего-то больше. Но это одно звено. Когда мы размножаем, строим структуру, тут получается linked list, связанный список. Здесь получается дерево. Естественно, если бы вызова всегда было по одному, то он получился в linked list. Стрелки оставлю две, потому что я вызвал. Когда я вызываю методы, туда иду, когда я return, я возвращаюсь. Итак, рекурсия может быть прямой и косвенной. Мы рассмотрим только прямую. Рекурсия может быть с светлением и безветвлением. Мы рассмотрим обе рекурсии. И светлением, и безветвлением. Не рассматриваем косвенную, потому что я не смог придумать хорошие задачи, которые бы показало отличие косвенной рекурсии от прямой. То есть я так навскидку не вижу, и, соответственно, искусственно решим не выдумывать. Иван, а можно вопрос? Да. Я еще слышал про фиксификацию. Обычная и хвостовая рекурсия. Это особенность реализации языка, виртуальной машины, компилятора. Java оптимизации хвостовой рекурсии нет. А, то есть там стэк не переполняется? Java стэк переполняется. Оптимизация хвостовой рекурсии позволяет работать как бы с бесконечным стэком. Java мы сегодня будем кидать стэков, что урор вылетает на ура. То есть у нас там просто нет. Там все равно будет заполняться. Да. Итак, пример номер один. Вот сайт. Что мы видим? У нас есть метод main, где вызывается функция f с аргументом 1. Как вызывает функция f? Она получает аргумент, печатает его в консоль. Потом, если x меньше 15, вызывается f от двух x. Что очень важно. В рекурсии всегда должно быть условие выхода. То есть если написано, если f состоит из вызова метода f, то все скомпилируется. Давайте проверим. Теста фабрик сайти под main. Вызывается, заключается в вызове метода main. Окей. Все компилируется. Да? То есть компилятору... То есть определение метода main через метод main, что метод выполнения метода main заключается в выполнении метода main, компилятор устраивает. Если я запущу, я получу нечто нехорошее. Я получу исключение, причем очень много строчек. В ответ нам получили исключение, которое за стек о workflow error. То есть наша программа... Да. Программа может ломаться двумя способами. Они могут не компилироваться. Или выполняться с исключением. Исключение, это когда мы запустили программу, то специально у языка Java есть такое состояние, как брошенное исключение. Это когда, как бы, Java, например, работала-работала, а потом она не может работать. Деление на ноль. Она не имеет права делить на ноль. То есть она не может получить корректный результат в целых числах. И она переходит в некоторое специальное состояние. Вот. То есть оказывается, что вызов самого себя вполне компилируется. То есть эту проверку проходит. Но в момент запуска эта штука бросает исключение. Итак, это означает следующее, что у нас, если мы хотим написать что-то более-менее корректное, которое будет не только компилироваться, но и во время работы, не бросать исключения, а, собственно, работать нормально, нам нужно предусмотреть условия выхода. Не просто F в своем теле, не просто берет и вызывает F, безусловно. Не-не-не-не-не. Должно быть какое-то условие, и в какое-то условие, и только в этом случае, вот там где-то в скобках, вызывается F. Может несколько раз, может один раз. Но самое главное, что у нас F вызывает F, вызывает F, вызывает F, и вдруг нет, не вызывает. Условие не выполнилось, чтобы мы делали return. Если мы не сделаем return, у нас мы уходим, ну, как бы, вот эта конструкция, это зацикленность для рекурсии, она полностью эквивалентна вот такой рекурсии для циклов. Бесконечный цикл, который ничего не делает. Это компилируется? Да. Выполняется? Да. Как выглядит система подвисла? Но при этом все корректно. То есть бесконечно делается пустое действие. В таком случае, фактически, тоже бесконечно делается пустое действие. Потому что в рекурсии предполагается, что вот тут есть еще какой-то код. Функция не просто вызвала себя самым, а функция что-то сделала, тогда вызвала себя самым. Опять что-то сделала, вызвала, что сделать. И вот это добавочное действие, здесь и происходит повторяющееся вычисление. И должно быть какое-то условие останова. Условие, при котором не выполнится очередной вызов. Итак. Так, надо тут перевернуть. Я на пятне рисую. Смотрим на эту программу. Она выведет вот снизу ответа. Сейчас я ее на спинку не найду. Что здесь происходит? Это бесконечная цикла? Нет. При аргументах меньше единицы. Если x равен 0, то да. Все, что меньше единицы, приведет к бесконечному циклу. Нет, будет переполнение вниз, скорее всего. То есть он будет с удовольнием уходить назад. А отрицательное число? Да, у нас есть минимальное отрицательное число. Минус 2 миллиарда. И когда мы его превысим, мы вылетим на положительные числа, наверное. Ты смотришь, что от шестью пальца? Либо стек, либо переполнение выдело. Ну, легко посчитать. Логарифм по основанию 2, а 2 миллиардов. Это примерно 31. У бинастеков в Java больше 1000 точно. Больше чем 31, так что стек не ссыпается. Хорошо. Ариал сколько позволяет? Если удобно, то есть? 10,04. Логарифм на 10,04 это где-то 1150. Ну вот. Это все равно меньше, чем... Ну, да, тут вопрос. И double при переполнении вниз, скорее всего, не зацикливаются, дают специальное число минус infinity. А, я понял, да. Тогда пальба у вас будет. Отдельно, сюда. Итак, что здесь происходит? Почему такой ответ? Совсем кратко, дальше мы сложный пример. Сейчас надо хорошо говорить про это. Итак, функция f. Она получает x. Она печатает x. Кто говорит, если x меньше 15, она вызывает f от 2 x. Что важно понимать? Во-первых, вот этот x здесь не изменился. Когда мы умножили 2 на x, когда мы аргументом функции обсоциали 2 умножить на x, вот этот x, который вот здесь, он не изменился. 2 умножить на x. Произошло умножение. Создалась какая-то временная переменная безымянная. То есть, фактически, вот эта строчка означает то же самое, как какой-то y. равно 2 умножить на x и f от y. Ставая, что x не изменится. Это так. Но функция вызвана в другим аргументах. Второе. Мы это сделаем только если x меньше 15. Каждый раз, вызывая очередную функцию, мы делаем удвоение. 1, 2, 4, 8, 16. То есть, 16 сюда войдет. А вот в эту проверку уже она не пройдет. 16 меньше, 15 нет. И вызова не произойдет. Что получается? У нас есть функция f, которую вызовут с единицей. И она из себя вызовет функцию с аргументом 2. И она из себя вызовет функцию с аргументом 4. Вызовет функцию с аргументом 8. Вызовет функцию с аргументом 16. И ничего не вызовет. Оно сделает return. Return, return, return. Надо понимать, что в момент выполнения, когда был... Смотрите, у меня есть метод A. Он вызывает метод B. Что происходит? Когда виртуальная машина выполняет метод A, она говорит, мы вошли в метод A. Она создает локальные переменные метода A. В методе A написано еще int y равно 42. Хорошо, вот тут где-то лежит что? y равен 42. Какая-то память выделилась. Теперь из метода A вызывают метод B. Для метода B создается некоторое, называется, frame метод или frame активации. Создается новая структура для выполнения метода. Это, скажем, тот кусок памяти, где лежат локальные переменные. И управление... Когда мы вызвали метод B, мы зашли в метод B и выполняемся в методе B. В методе A мы как бы не выполняемся. Он позади нас. Когда мы в B сделаем return, мы опять вернемся и сделаем y равно 7. То есть вот тут y равно 42. Потом пошел вызов сюда. Когда B выполнится, оттуда сделаем return, правильно? Мы вернемся из B сюда и сделаем y равно 7. Если у нас метод вызывает сам себя, ситуация точно такая же. Просто вот здесь одни и те же буквы. Паня, можно вот про return подобные, поскольку у нас же сигнатура определена как возвращаемый тип void у нас, то есть ничего не возвращается. То есть у нас только по идее return call возвращается, да? Это полностью аналогично. Я могу ставить return точка запятой. То есть так? Ну да. То есть return означает, что тело метода выполнилось. То ли оно дошло до последней строчки, то ли оно где-то, я оно встретило return. Если тип int, то там return 12. Если тип void, то можно написать просто return точка запятой. То есть прекратить в этом месте выполнение. А если тип void, то return 12. Если что? Копиратор не пропустит. Не пропустит. Ну да. Итак, если функция вызывает сама себя, тут вопрос понять следующее. Когда функция f получает x, и этот x сейчас равен, допустим, 4, и она вызывает другую функцию f, и не x равен 8. То есть надо понять, что аргументы метода и локальные переменные метода, они принадлежат даже не функции, а конкретному вызову функции. То есть когда я из f, получившей 4, вызвал f и передаю ей 8, то в этот момент у меня существует одновременно два вызова метода f. У каждого есть свой набор локальных переменных. Да, у них похожи одни и те же вина. И тут, и тут x. Но они как бы в разном месте. В памяти это разные места. То есть записано у меня в программе-то в одном месте, но при рекурсии одновременно существует два вызова. f, который получил 4, он вызвал f, которому передал 8. И вот здесь, в этой области видимости, локальная переменная x равна 4, а в этой области видимости локальная переменная равна 8. То есть надо просто понимать, что при рекурсивном вызове, вот какая у меня глубина рекурсии, то есть когда не выполнится это неравенство, когда x будет ранее 16. В этот момент у меня одновременно существует в выполнении внутри процесса виртуальной машины и даже в памяти будет выделено несколько кусочков памяти для каждого вызова метода f. Для вызова с единицей, двойкой, четверкой, восьмеркой и шестнадцатой. У первого здесь x равна единицы, x равна двойки, x равна четверки. Локальные перемены, потому и называются локальные, они не могут в этой области видимость никак выпрыгнуть. То есть их имя нельзя обмениваться между методами. Они находятся вот это в вызове метода. Когда я вызываю другой метод, все, эти локальные перемены остались здесь. Поэтому я из метода могу вызывать сам себя. При этом, как только я в рекурсе начинаю использовать поле, у меня возникает ад. Потому что если у меня есть класс, у него есть поля, и метод, который вызвал сам себя, то все методы будут обращаться к одному и тому же полю. Если же они работают с локальными переменами, у каждого из них свои подлин. Ну, так себе рассмотрели. Хорошо. А вот задача посложнее. Что выглядит этот метод? Кто смотрел на видео, не разрушайте загадки. Это один из первых примеров, когда мне пришлось массово собеседовать людей, 80 человек одного уровня. Мне был нужен некоторый фильтр, такой, чтобы девочка из Human Resources давала некоторые примеры людям. они там, что делали, я с вами его фильтровать, я говорю, я этих не брать. Мне не надо тратить на них час на собеседжирование. Там было три примера, это один из них. Ну, я составил примеры, которые мне нравятся, поэтому мы их рассматриваем. 16, 8, 4, 4, 9, 6, 8, 10, 4, 9, 9, 9, 10, 11, 10, 10, 11, 9, 11, 11, 11, 12, 12. получается 8 до 16 выглядит во вторых самое важное они будут выведены в обратном порядке прошлый раз было 1 2 4 8 16 теперь я немного изменил 16 8 4 2 1 что я сделал в этом случае я когда входил метод я писал x потом погружался глубже в этом случае я сначала погружался глубже потом печатал вот туда начинается интересно да эти примеры было три все пройдем работа со статические полями передача посылки по значению рекурсия мне нужно были какие-то три примера которые можно дать человеку на 15 минут и просто очень быстро проверить не зря 5 лет учился своем херек нужно было составить какую такую простую простой способ определить зря человек учился в институте или не зря какой процент что зря это было в конкретной компании зависит от рекламной компании конторы из тех кто приходил ну наверно две трети зря ну опять же приходили не только херешники приходили кто угодно строители летчики и да что происходит вот то что я буду делать и рисовать она не совсем точная стоп позволяет понять и так вот у меня из тела метода вот я вызвал метод это как бы его инструкции сверху вниз я их выполняю вот сверху вниз бегу но вдруг какой-то момент я решил вызвать другой метод создается другой метод его это называется фрейм активации по моему вот та структура данных это область памяти которая создается когда вы заводите метод того с памяти в которой хранятся локальные переменные появляется локальные перемены существует она выходит из метода она исчезает ответ на 4 лекции будем рассматривать где это область памяти расположена она сложна нефть и она расположена в стеке где расположен стайк и так далее но самое главное что выделяется на кусок памяти фактически по пресса локальные перемены мы отсюда переходим в этот метод это же его выполняет но не доходя до конца то есть тут мы выполняли это как выберет пусть у меня какой-то людей с равен 8 потом вызываем какой-то метод же потом и река равен 12 мы выполняли выполняли x равен 8 а теперь мы доходим до сюда то есть 1 инструкция простыни 2 3 выполняя вторую мы не выполняем 3 как выполняя вторую нам приходится уйти и зайти в тело метода же и выполнять его инструкции вы как бы прервались ушли поработали выполнили же вернулись продолжили выполнять простыни и так пришли сюда видео выполняем и опять видим вызов метода опять уходим здесь шли-шли-шли но внутри не надо ходить их не выполнился до выполнили и сделали return до выполнили и у нас return до выполнили и return пришли выполняли простую сверху метод встретили пошли в метод создали локальные перемены до выполнять его он опять кого-то вызывает мы вызвали выполняли выполняли отсюда никуда не ходили в нашем случае их не сработал и надо понимать что вы прошли туда и прошли назад здесь мы вызвали метод с единицей здесь двойкой здесь четверкой допустим что условия там не меньше 15 не хватает доски а меньше 3 поэтому в четверке моим четверка меньше 3 нет а мы дальше не пошли а первое если мы и печатаем вот здесь на входе скажем так мы приходим печатаем единицу вызываем метод с двойкой печатаем двойку вызываем метод с четверкой печатаем четверку раз вернулись вернулись вот эти инструкции для нас незаметны в данном случае его верху там инструкции просто не было ниже кифа не было инструкции носит тут был один или кому 42 все это не заметили я готов был заметен трасса выполнения я предполагаю вставляю даму в раз не видно что строчка выполнена что произошло здесь да очень просто мы сначала ходили потом печатали у нас сначала была возможность из метода f вызвать метод f мы сходили а когда вернулись то напечатали что получается мы выполняем первый метод где единица но мы не доходим до принта потому что мы уходим другой метод f уже с двойкой не доходим до его принта уходим другой метод f с четверкой никуда не уходит печатаем 4 возвращаемся начинаем выполнять концы печатаем 2 возвращаемся печатаем единицу возвращаемся мы переставляем две строчки из-за этого последовательность распечатана меняется 12442 для чего это сделать пример я хочу показать что здесь у нас стрелки туда и стрелки назад если мы зашли в метод мы обязаны с него вернуться и мы возвращаемся в то же самое место откуда мы ушли то есть мы отсюда вызвали ходили 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 вернемся туда же я просто хотел показать что мы при рекурсе дал какой-то цикл написан фиорные скобки вот эта простыня выполняется один раз сверху вниз проходим один раз мы лук прошли и прошли и прошли и прошли на фору выполняется к 0 к 1 к 2 к 3 к 9 к 10 не надо выходим то при рекурсе и ощущение все-таки что мы кусок вода проходим дважды когда мы из метода вызвали мы что-то выполнили тело метода смотрите тело методом и как мы проходим дважды мы идем выпал ну тут ничего нет представьте что строчке кода мы их повыполняли ушли куда-то вернулись и по выполняли еще раз но если рекурсу повесить цикл там вообще я показал то есть интересный момент не все люди понимают ну вот этот эффект что если вы меняем строчки у нас инвертируется порядок вопрос почему потому что я понять что мы ходим туда а потом ходим назад и мы можем печатать когда идем туда а можно печатать когда идем назад у нас как бы есть два наш путь состоит из из двух частей туда а потом назад сначала мы входим в рекурсию потом выходим можем отмечать вход можем отмечать выход если бы мы печатали на входе и на выходе выру получили раз все было бы понять вы получили 1 2 4 8 16 16 8 4 2 1 то есть тут понять мы вошли в метод с единицей оттуда вызвали метод с двойкой с четверкой с восьмёркой с 16 выполнили 16 то есть вот это один вызов метода вот это второй вызов метода как-то вот так если мы принтер поставили и здесь и здесь вы печатали на входе и на выходе в метод вошли на печатали вот сходили и когда вернулись опять напечатали метод с единицей вызвал метод с двойкой у нее две печати тот вызвал с четверкой печати с восьмёркой печати штатную печать просто систему открытого понять на строчку выше перескорбика будет 8 4 2 до перед после просто 16 или вадим просто 16 если кому-то это кажется странным непонятным любом случае помедитируйте на пример все примеры кода на сайте все исполнимая то есть здесь импорт и вставляю единственная тут дефолтный пакет да то есть никакого имени пакета нет для того чтобы все было короче поэтому желательно когда вы создаете создать свой в проекте создавайте пакет он должен выглядеть обычно как инвертированное имя сайта уникального попытка и печенька из назовите вот там пакет он ваша фамилия . там лав 2 петренко я называю на это голова чем потому что не будут такой домен у нас просрочены ну вот я называю попытка обеспечить уникальность ваша лабораторка вот в пакете петренко ваша сидоренко я могу взять для лабораторки положить на одну машину из всех он дефолтный пакет то есть у которого имени не то все начинают коллеги коррелировать все лабораторки падают в один корич поэтому пытаются по речке думать уникальный и так здесь просто объяснение если вот это зарядите и стрельните выдает увидите вот такую картину просто попытка графический объяснить как работает рекоменция насколько смог красиво это непосредственно то что система принта лент будет выведена этого с единицей зашли сделали проверку она труб пошли с двойкой проверку трус четверка 16 проверка false начинаем возвращаться зашли фактически вот тело выполнение метода 16 проверка false выходим 16 и возвращаемся восьмерку то есть выполнение метода с аргументом 8 включает в себя выполнение метод с аргументом 16 до чаще восьмерка будет сверху и снизу хорошо пример теперь рекурсии осветвлений числа фибоначо фибоначо просто типичный пример как определяется числа фибоначо их строят них есть номера есть fнд для n равно 0 1 2 3 4 5 и так до бесконечности и так определяются они следующим образом f от 0 равно 0 и а дальше каждое следующее число равно сумме двух предыдущих то есть продолжаем f2 равно 0 плюс 1 равно 1 f 3 равно 1 плюс 1 равно 2 1 плюс 2 равно 3 2 плюс 3 равно 5 3 плюс 5 равно 8 13 21 и дальше начинает быстро расти это какая-то задача который решал фибоначо и где-то 800 лет назад про кролика они размножаются мужика обнаружил их потенциальный рост когда это было еще новостью поэтому она именована что для нас важно число фибоначо и можно вычислять через циклы можно вычислять итеративно так как я показал то есть когда мы хотим нам нужно сайт функцию которая получает какой-то н это номер и возвращает фибоначо от н то есть когда f получает 0 она возвращает 0 когда f получает 0 фибоначо запишем то есть это номер это число под этим номером то есть седьмое число фибоначо равно 13 шестое равно 8 функцию которая вычислять число фибоначо можно написать итеративно тогда получается следующее когда я спрашиваю чему равно f от n я беру пишу цикл фактически форм который считает от 0 до n f от единицы я знаю они мне четко это правило а потом начинает складывать f2 сумма предыдущих f3 сумма предыдущих и так идут сначала конец но число фибоначо можно вычислять и в обратном порядке поскольку у нас есть рекурсия то мы можем вычислить его вот так вот моя функция f что она делает если x равен нулю то есть я зашел я функции f вызываю функцию f в чем дважды если я вызвали метод f с каким-то аргументом верни мне n то число фибоначо иксовое наверное лучше n все таки иксовое секса и нулю это ноль если x равен единицы это один иначе верни функцию от x минус 2 и функцию от x минус один сложив получается числа фибоначо например 7 число фибоначо 2 я не знаю вопрос и на знаке я могу считать отсюда вот так я писал 0 1 сложим 1 сложим 2 сложил 3 сложил 5 8 13 посадим а можно считать отсюда я как человек могу думать по сути дела только итеративно я рекурсивно думать не могу вот того что еще сделано экране я не могу сделать я не могу голове так f от 7 это f от 6 плюс f от 5 f от 6 это это 5 плюс 4 я не смогу градусов то есть люди в общем-то могут думать в одну сторону компьютер в рекурсе можно заходить туда и возвращаться назад ну если бы совсем точно есть такой эриксоновский гипноз и там есть такая методика тройной боженный рассказ вот эриксон утверждает что если будут рассказывать рассказ потом прервется насчет новый рассказ то прервется насчет новый рассказ там сделать внушение а теперь голубушка пойдем к вам домой выносить архотехнику потом вернется и как я говорила мой сынок плавать на дальнем корабле и вернется ну чтож спасибо тебе что помогла капусту поднести то эриксон утверждает что человек при тройном ложном рассказе когда он вернется не будет помнить внутренний рассказ там уже горит что угодно то фильм начала мэриксон реальная личность реальный раздел психологии на сон утверждающий человек а с рекурсией плохо при глубине уже три он начинает эти фрейма не перемешиваться сброса забывает компьютер нет вот поэтому вот эта штука компилируется выполняется без исключений более того она корректно рассчитывать числа фибоначчи если мы пытаемся графически это нарисовать а эта штука выглядит это какие есть интересный вопрос какой я его не ставил на собеседованиях ну просто если достал сделаю так я на входе делаю систему от принтованных сам в прошлое что было у входил если удваивал у меня был один два четыре восемь шестнадцать все в принципе логично и человеку достаточно просто этого не воспроизвести иду удваивая пока условия выхода не выполнится иначе я выхожу дальше выполняю 1248 штаций намного сложнее здесь в принципе человеку здесь намного сложнее в голове воспроизвести какое количество какие числа будут распечатаны потому что то вот такая последовательность f от 5 выводит вот такое в принципе ну вы хорошо поняли рекурсивность на примере чисел фибоначчи если вы это можете произнести ну вас просят чему равна f от 4 можете сосредоточиться и выдать эту последовательность чисел в этом случае вы работаете как по мощности как какой-то компилятор калькулятор мк там шестьдесят пять хотя быстрее подел эти задачи люди очень проигрывают компьютером и так что здесь происходит почему такая последовательность чисел потому что чтобы посчитать f 5 до последовательность из того как вы записали кстати сначала f меньше а потом f больше f которая на 2 стоит от меня плюс f которая на 11 от меня то есть получается что посчитать f 5 нужно посчитать f 3 потом посчитать f 2 будет считать что вычисление выполняется так сначала левая потом правая тут графика немного другая не как в предыдущем примере чтобы посчитать f 3 нужно посчитать f 1 и f 2 чтобы посчитать f 2 нужно посчитать f от 0 и f 1 f от 4 как считается это f от 2 и f от 3 это f от 0 и f от 1 это f от 1 это f от 0 и f от 1 но это объясняет почему чисел много теперь выполнение будет будет обход дерева в глубину слева я давайте я зайду в f5 зайду в 5 тут вопрос печатаем на входе или печатаем на выходе я зашел тут же напечатал никогда их 5 вычислилась то есть на систему от придавая сам верху они внизу можно сильно жить усложнить жизнь если его и сверху перенести вниз или вы ждал поставить между двумя вычислениями я захожу печатаю теперь смотрите я вызываю f от 3 что максимально важно здесь понять когда я вызову f от 5 я не буду как бы вызывать f от 3 и f от 4 не менее это тут они стоят рядом как выполняются такие выражения рандами среда смотрят и тони с компилятором есть смотрит и так я вижу здесь как бы два числа и между ними сложить окей я получите два числа он смотрит вера f возвращает in поэтому вот эту штуку вода выражение воспринимает как пинт только не вычислил еще если f бой компилятор подчеркивает эта штука она ничего не значит метод получать твой метод возвращать строку он может нам подумать и это возвращает массива мир для вас его нет плюсы компилятор выгибель и собираешь вот это как бы и когда я вычислено будет им и это им хорошо теперь он забывает про правую часть он все делать слева слева f от x минус 2 чтобы вызвать метод надо рассчитать все в аргументах он сначала считает из минус 2 и только потом вызывает метод это из минус 2 происходит не внутри метода например если процессе выражения вычисления на выражение произойдет какой-то сбой он произойдет до вызова метода не внутри методы и так считается из минус 2 посчитали это тройка теперь вызывается f и вызвали метод f он опять кого-то хочет вызвать они вызывают еще кого-то хочет вызвать то есть когда вызвали f произошла целого лавина вызовов методов и каранда все вычислилось они вернулись и вызвали этот f то есть надо понимать что как бы если метод f от x минус 2 вызвал другой метод да вот этот вызвал вот здесь то это не то что вычислился этот этот потом этот не 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 вычислился вот этот к этому не перейдут пока этот полностью не вычислят а он вызвал еще кого-то еще кого-то они начинают идти только потом возвращается к этому и так что здесь пройдет перейдут сюда 3 хочет высчитать f от 1 и f от 2 пойдут в f от 1 поэтому печать 5 3 1 5 3 1 теперь f от 1 он сразу f от 1 вызвали сделали printl вот наша единица 3 хопа и попали сюда и тёрн на f от 1 вот return рекурсии нет вывод сделали вызова другого для одного точно знаем уже значение то есть я вышел и зашел f от 2 поэтому 4 цифра двойка откуда я хочу зайти f 0 вернуться f 1 вернуться более того забавно начать в моей последовательности после двойки всегда идет 0 1 всегда что вычислить f от 2 я должен считать f от 1 f от 1 f от 0 f от 1 двойка 0 1 двойка 0 1 двойка 0 1 и f от 2 f от 5 вызвал f от 3 и f от 4 но когда он вызвал f от 3 ему пришлось вызвать f от 1 и f от 2 f от 2 вызвал f от 0 от 1 и только теперь мы вернулись к тому что когда полностью для тройки рассчитали мы перешли четверки четверка распалась на двойку и тройку но мы после двойки не тройку выбери пока всю двойку не рассчитали тройки не подошли собственно говоря суть в том что рекурсия с ветвлением если ну коэффициент ветвления больше единицы то есть функция вызывает себя не один раз а несколько раз собственно приводит быстро очень жуткому комбинаторному взрыву можно фибоначи сделать компактным сами вот это простыня не просто кто-то на тут подновлено на чем если 0 печатаем 0 если 1 печатаем 1 эти две строчки можно заменить одной печатая x это тернарный оператор джай единственный тернарный оператор то есть оператор у которого три аргумента вкладку плюс плюс на тренировать у нас бывает бинарным я могу написать x равно плюс один да бессмысленно один и так плюс один если я пишу минус один оба минус смесь он унарный у него один аргумент